итак как сделать type самый такой простенький вариант у нас есть файлик с текстом и файлик с картинкой файлик с картинкой открываем фотошопе нам здесь фотошопе понадобится инструмент текст первое что будем делать это просто просто выделяем первую строчку ctrl c заходим photoshop находим место где у нас будет первая облачка начинается мангл читать нас с верхнего правого угла здесь будет нас первая облачка здесь нас будет первый текст нажимаем мышкой на экранчик кликаем ctrl v вставляем наш текст вот текст нас ставился теперь теперь у нас там смотрим на требования команды команда у нас требовала что нужно обычную речь ставить аниме из версии 0.5 то есть вот этот текст мы выделяем вот на слой нажимаем выделяем текст и ищем здесь нужен нам шрифт вы наверно тут не видите за головы ну ладно в общем это самое находите в списке нужный шрифт аниме версия аниме версия 5 вот размерчик шрифта как мы видим немножко большеватый он нас в этот облачка в этот квадратик рамку не поместится делаем поменьше допустим здесь не 12 пунктов думаю сойдет еще тут стоит толщина я ее уберу давайте все-таки лицо своего беру другой уголочек чтобы вы видели какие настройки я делаю все-таки здесь это очень важная окошечко так вот значит аниме из поставили здесь размер поставили 12 пунктов должна на десяточку поставим так получше будет теперь включаем мышкой на наш текст и давайте его теперь будем переносить по словам пробел убираем между словами и нажимаем enter чтобы это сама новую строчку начать здесь то же самое с новой строки и здесь вот тоже снова строки начинаем это самое у нас первое слово очень длинная его мы должны будем перенести переносим по правилам я честно говоря плохо знаете правила я предполагаю что нужно сделать перенос вот тут един интересно я вот так проблема слова проблема тоже плоховато помещается на самом деле тут есть допустим вам сказали в команде что шрифт основной должен быть только десятого размера да то здесь можно сделать следующим образом вы переносите последний слог ма или допустим нет давайте лучше сделаем так еще вот это слово перенесем вот так проб тире лема так поместится с тоже не помещается нет значит не подходит ой не люблю такие длиннющие словички так проблема вот так перенесли и давайте вот так перенесем лучше чтобы там на одной строке было три буковки здесь было вот так вот примерно такое вот такой перенос должен нас присутствовать можно поставить висячие пунктуацию про висячие пунктуацию поговорю еще в отдельном уроке тут тоже пунктуация теперь нужно этот текст расположить примерно посередине есть куча советов как там найти нужную середину вы просто-напросто пытайтесь для начала на глаз поставить вот вот так вот да вот это примерно середина находится далее берем вторую строчку вот это вот нас фразочка вторая получается ее копируем переходим обратно photoshop снова берем инструменты текст кликаем на вторую облачка вставляем текст вставили смотрим чтобы у нас самый шрифт был тот же самый размер у нас обычный текст десяточка и нужно снова опять-таки по словам его перенести вот так 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 и вот так тут наверное вот так поставим перенесем слова собира теряешься вот так сделаем да висячие пунктуацию не забываем вот как я пола вижу что это самое размер шрифта десятка очень очень туго вмещается в наше облачка поэтому я десятку все таки поменяю на скажем восьмерку размер текста будет восьмерка и тогда вот это точно мы это делали с словом проблем проблема мы это вернем обратно чтобы слов проблем у нас было без переносов чем меньше переносов тем лучше красивее это дело выглядит это ставим тоже по центру примерно вот так перетаскиваем вот далее что то есть с облачками обычно разобрались да далее что далее у нас тут есть скрип какой-то звук давайте его сейчас затапим да а два часа затапим слово этот самый здесь у нас есть уже другой шрифт то есть это до этого были все слова слова одинакового шрифта обычный текст здесь нас ждет какой-то крик крик смотрим что у нас склала команда мысли у нас такие обычная рис такая прописи с баллоном прописи рядом с баллонами с таким шрифтом потом дальше что не обязательно можете изменить информацию это радость в одушевлении у нас акмы волнение страх нервозность такой-то шрифт злость крик нас как раз таки должен быть этот pf космонаут про это у нас злости крик на какой-то давайте его этим шрифтом и сделаем выбираем наше вот это вот словечко который должен быть злости крик в наш выражать кликаем сюда вставляем текст теперь ищем ищем секунду давайте включим вот этот слой чтобы беленькое все было ищем в списке шрифтов подходящий нам шрифт нужно нам шрифт где-то он там внизу под буковкой p pfpf вот он и как видите он в размере 8 пунктов очень маленькие делаем его сразу даже побольше скажем там десятка маловато 12 12 но в принципе можно и 12 она может даже 14 нет посмотрим как это будет выглядеть 14 да это вот так это вот так и вот это вот так вот таким вот образом думаю можно даже и побольше может этот самый может и даже и 16 поместится да да даже 16 помещается вот особо большой его старайтесь не делать чтобы все таки расстояние между буровкой и рамках какой-то оставалось да чтобы вас буквы к рамке не прилипали вот что тут еще у нас есть значит дальше тут на что еще пишут в этом сам в в инструкции здесь у нас дальше в принципе текст точно такой же остается то есть раз еще покричал все снова обычный обычный текст здесь размер шрифта чуть больше все остальное размер шрифта оставляем точно такой точно такой же как было здесь то есть 8 пунктиков еще команда просила здесь мысли писать таким этим самым шрифтом плюс курсив курсив делается тем способом что вы берете ваш выделяете текст который вам нужен здесь в слоях выделяете его и у вас есть во-первых вот здесь есть у вас такая полоска регуляр либо там еще если ваш шрифт какой-то другого другой шрифт допустим выберем шрифт какой-нибудь обычный давайте выберем чисто чтобы показать как-то как-то выглядит давайте ареал и побольше что было видно вот у нас ареал обычный регуляр если вы нажмете на эту самую на стрелочку вниз то у нас тут есть еще варианты народ допустим более тоненький и телик это у нас курсив как раз таки наклонный дальше болт жирный болт и телик жирные курсивные плюс black это супер толстый у ареала есть еще такой вот значит нам нужно было там поставить допустим и телик то есть это самое курсивный но если допустим как у нас в варианте с со шрифтом animal эйс пятая версия давайте восьмерочку вернем мы кликаем сюда и мы видим что тут только регуляр есть то есть обычный без наклонности без жирности то у нас фотошопе есть еще вот такие кнопочки которые дают нам псевдо курсив вот это допустим дает нам псевдо толщину а этот кнопочка дает нам псевдо курсив то есть как бы он слегка наклоняется можно пользоваться еще этими кнопочками тоже дальше что тут нас писали когда писала команда по псевдо полужирные допустим приписки с баллоном брич ctt должны быть псевдо полужирные плюс все прописные что это значит значит это первое что такое приписки с баллонами здесь нас к сожалению на этой страничке такой такого варианта нет но обычно бывает выглядит таким способом допустим нас есть баллончик такой с текстом и это ваш текст стоит рядышком здесь не далеко от баллончика с текстом он обычно такой наклоненный стоит вы значит уберете шрифты к нему брич какой там поднах просили на брич-брич вот это брич псевдо полужирный то есть нас если мы кликаем сюда то мы видим опять таки здесь только нормальный он есть жирного нет у него поэтому ставим псевдо полужирный вот здесь плюс все прописные буквы прописные буквы должны быть все большие вот эта кнопочка означает что все буковки будут большие вот если приглядеться то вы как видите все буквы вдруг стали большие вот они были маленькие стали большими а еще такая кнопочка как капители это означает что допустим если мы давайте побольше сделаю шрифту что-то совсем мелко видно просто напоследок чтобы видно было да если мы поставим обычные да то есть нас первая заглавная буква остальные у нас прописаны обычные буковки письменные если мы поставим все прописные буквы они все будут большие если мы ставим капитель хины то получается вот что первая буква заглавная вторая тоже заглавная но по размеру она такая же как маленькая письменная буковка то есть вид буквы заглавный, но он меньше по размеру. Это капительхины. Вот, дальше вот эти штуки нам в принципе в манге не нужны. Это значит, это самое, в степень, допустим, поставить, либо там внизу этот самый цифр, этот самый, внизу индекс поставить, либо подчеркиваю, либо перечеркиваю. В принципе, в манге нам такого не нужно. Что еще, что еще? Ну, в принципе, с этими текстами разобрались. Еще расскажу сейчас, быленько, про нет, на все-таки давайте разделю на пару видяшек. Три видяшки сделаю. Первая была вот эта вот видяшка, вторая будет со звуками, и третья будет про стиле, как сделать обводочку. Быстрый курс по тайм.